Красивые витражи, современный перрон и комфортные теплые боксы для ожидания. Это лишь только часть того, чем будет знаменит новый железнодорожный вокзал в Губкинском. К его строительству приступили в 2022 году по решению губернатора округа Дмитрия Арцухова. В текущем году уже подрядчик планирует завершить строительство данного объекта. И в следующем году будет организована процедура передачи данного объекта РЖД. Современный комплекс более чем на 40 лет младше здания нынешнего вокзала. И куда вместительней. Арочник или ракушка, как его называют жители, вмещают максимум 50 человек. В новом здании смогут расположиться 200 пассажиров. Вокзал будет у нас оснащен несколькими залами для ожидания, для матерей с детьми в том числе будет место. Большой холл, где мы с нашим музеем освоения сервера уже прорабатываем вопрос размещения их экспозиций и лавки для сувениров. Также большой красивый перрон. На перроне у нас будут установлены теплые павильоны. Для того, чтобы в зимнее время, кто приезжает, выходит с поезда, можно было бы там переложить сумки, разместиться. Но также для ожидающих, которые стоят на перроне, ждут прибытия поезда. Пассажирскую платформу увеличили. Ее протяженность теперь составляет 22 вагона. Кроме того, для удобства пассажиров перрон подняли до уровня посадки в вагоны. Да, это намного удобнее. Не надо подниматься по этим лестницам, потому что то же самое зимой возьмем. Люди, некоторые с них скатываются прям вместе с чемоданами. Ну, богополучие людей. Удобнее, конечно. Перешагнув удобнее, чем ниже. Даже пожилым людям удобнее, я думаю, забираться. Да, удобно. Ну, во-первых, и чемоданы не застревают, когда едешь. И так удобно идти очень. Честно говоря, наши железные дороги самые лучшие, я считаю. Потому что я был и в Европе, там такого нет. У них не то совсем. Теплых боксов нет. И теплых боксов нет. И вагоны у них, короче. На вид он красивый, а внутри, короче, безобразно. Старый арочник канет в лету и останется только в воспоминаниях и на фотографиях горожан. Старый арочник, конечно же, он будет снесен. И на этом месте будет торговый комплекс у нас и большая парковочная территория. Ну и в планах в будущем уже у нас после проведения всех этих процедур, после старых объектов, ненужных, все-таки благоустроить сквер возле железнодорожного вокзала, где проезжающие мимо граждане, которые будут двигаться дальше на север или уже на юг, смогут выйти на время стоянки поезда и отдохнуть в небольшом скверике. Предусмотрена и привокзальная площадь с автомобильной стоянкой и остановкой общественного транспорта. Елена Канина, Марина Ефремова, Денис Вильков, Новости Губкинского.